Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы немножко пофармим. Всё-таки место хоть и давно известное, но нужно проверить его на текущий момент. Сколько с него можно различных полезностей дропнуть, и на какое количество голды это вообще в целом выйдет. Находимся мы на острове великанов, который находится в Пандарии. Также не забываем о том, что здесь есть мировой босс Ундаста, которого можно убивать раз в неделю, и, может быть, вам упадет маунт. Собственно, находится остров в самой вершине. Наша задача крайне проста. Всё, что нам нужно делать, это убивать различных мопцов, которые находятся на этом острове. Мы будем лутать ветро-шерстяную ткань, которую мы выставим на аукцион в дальнейшем, либо просто переработаем в какой-нибудь выгодный крафт. Мы будем получать частицы гармонии, мы будем получать косточки, которые можно продать на аукционе, либо 9999 штук просто выменять на маунт и получить великое достижение. По-моему, оно даётся до сих пор. Также там питомца можно получить за 999 костей. Ну и к тому же мы будем дропать зелёнку, которую также продадим торговцу. Ну и, возможно, сейфы. Предлагаю посидеть, пофармить данное место в течение получаса. Всё это, конечно же, ускорю и посмотрим конечный результат. Субтитры создавал DimaTorzok Уже где-то 10 минут фарма прошло, пора бы продать всякую зелёнку и различные серые итумы. 163 голды. Субтитры создавал DimaTorzok Ну да. Да-да-да, конечно же, я не лутаю маунта, но было бы удивительно, если в рамках записи видео он бы дропнулся. Было бы реально достаточно неплохо. Остаётся ещё примерно 5 минут фарма, хотя надо было просто поставить игровой таймер. Итак, пришло время подсчётов. Полчаса фарма прошло, и глянем, сколько вообще всего было нафармлено, и сколько по итогу голды, если умножить на 2, можно получить за час. В самом начале записи видео, в начале фарма, у меня было 85 920 голды. На текущий момент 86 425. То есть, 505 голды чистой было получено с продажи серых, зелёных итумов, ну и древних яиц, которые падают иногда с мопцов, и которые являются уникальными. То есть, больше одной единицы в сумке держать нельзя. Хотя, ну, самое последнее я оставил, там, маунт вылупится, который у меня, конечно же, есть, но его можно будет подороже продать. На 2 голды. Каждая единица золота важна, потому что... Далее. 2 сейфа, это примерно голдишки 100. То есть, оттуда падают различные итемы, плюс чистое золото. То есть, итемы продаются торговцу, а голдишку, ну, конечно же, оставляем себе. Само собой, приплюсовываем, уже суммарно получается 605 голдишки. Далее. 4 питомца прекрасных зандаларских пяткогрыза, которые, в принципе, являются очень хорошими за счёт своих различных боевых способностей. Но купят ли их на ауке, вопрос хороший. Если всё плохо, то можно просто продать их торговцу, не изучая. То есть, это 62,5 из каждого, то есть, 125 с двух питомцев, то есть, 250 с четырёх питомцев. Ну, приплюсуем 250. Хорошо. Далее. Выпал крохотный дикорог в количестве одной штуки. Ну, да, его тоже можно продать за 62,5 торговцу, цена аукциона вообще низкая, так что, да, скорее всего, это просто продажа торговцу. Далее. 55 ветра шерстяной ткани. Ну, это примерно голды, там, 27-28. Также 28 частиц гармонии. По текущей аукционной цене это 250 золота. Ну, частицы гармонии покупают, и дух гармонии покупают, даже спустя такое время. И, конечно, самое главное, что нас интересует, это кости. 4200 костей. Каждый стак костей, то есть, каждые 999 на аукционе в текущий момент стоят 870 голды. Одна косточка 87 серебра. И если 87 серебра умножить на 4200, то мы получим 3654 голды. То есть, суммарно, если посчитать абсолютно все, что мы выформили отсюда, то мы получим 4850 золота. При условии текущих аукционных цен, при условии того, что мы лутаем примерно 4000 костей за полчаса. Ну, и, конечно, при условии, если нам никто не мешает. В принципе, в принципе, я считаю это число достаточно неплохим. И даже если костяшки не купятся аукциона, то вы всегда можете реализовать их в этой пещере. Выменить на дух гармонии, выменить на частицы гармонии, выменить на питомца, которого, скорее всего, купят охотнее на аукционе, чем костяшки. Ну, а если вы не особо заинтересованы в этом, а заинтересованы в личном получении маунта за 9999 костей, то почему бы и нет? Можно просто зайти в пещеру и купить абсолютно все, что вам угодно. Желаю вам успехов в фарме. И самое главное, чтобы вам никто не мешал и голда текла рекой. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого.